МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Обучению все возрасты покорны. В Чуваши стартовал федеральный проект «Старшее поколение». Молодые зеленые. Участники всероссийского студенческого конкурса «Мистер и миссис-2019» посадили деревья. Молодая гвардия выступила против так называемых разливаек, расположенных в жилых домах. Пикеты активистов прошли в ряде городов страны, включая Чебоксары. Молодые люди вышли на улицы города с требованием закрыть торговые точки с алкогольной продукцией в жилых домах и не продавать алкоголь рядом с детскими площадками. Ранее молодогвардейцы совместно с надзорными органами провели по всей стране масштабный мониторинг многоквартирных домов на наличие таких алкомаркетов на первых этажах и опросили жителей. 80% жителей отнеслись к нахождению в их квартирных домах подобных питейных заведений крайне негативно. Рассказали о том, что они доставляют большие неудобства, что они работают круглосуточно. Посетители подобных заведений часто нарушают общественный порядок, шумят, оставляют после себя мусор. Пикеты в разных городах стали поддержкой законодательной инициативы молодежи по ужесточению правил продажи алкоголя. Сейчас ее рассматривают эксперты в Госдуме. В Чебоксарах рабочая группа по этому вопросу создана также в городском собрании депутатов. Ольга Пырычкина, Республика. В Новочебоксарске вынесли приговор молодым людям, которые в мае этого года избили сотрудника скорой помощи. Инцидент произошел 26 мая в одном из дворов по улице Советская. Скорую туда вызвала компания молодых людей. Однако после того, как санитар вышел из машины, чтобы оказать помощь, один из них ударил медработника по голове. Затем к побоям подключился еще один молодой человек. После того, как видео попало в сеть, следственный комитет возбудил уголовное дело. Нападавших задержали. Тогда же выяснилось, что молодые люди уже имели проблемы с законом. Один из них был судим, а другой находился под следствием. 26-летний молодой человек и его 19-летний сообщник признаны виновными в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Кроме того, он 19-летний осужденный также признан виновным в грабеже и совершении трех эпизодов мелких хищений. 26-летнему нападавшему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а 19-летнему молодому человеку в виде 11 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Приговор еще не вступил в законную силу. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Больше недели в Чебоксарах ищут пропавшего пожилого мужчину. Михаил Никитич Никитин ушел из дома по проспекту трактора строителей днем 27 сентября. Активисты, следственный комитет и полиция ведут поиски 92-летнего мужчины. Ему на вид 90-95 лет, невысокий, худощавого телосложения, был одет в черное пальто, коричневую фуражку, синие брюки и коричневые ботинки. Если у вас есть информация о местонахождении Никитина Михаила Никитича, звоните по указанным на экране телефоном. Работы по ремонту правой стороны Сугутского моста в столице республики вышли на финишную прямую. Там началась укладка верхнего слоя асфальта. Ремонтируют Сугутский мост инновационными для Чебоксар методами. Так, гидроизоляцию здесь выполнили из напыляемой битумно-полимерной эмульсии. Состав верхнего асфальтобетонного покрытия подобрали с помощью метода так называемого объемного проектирования. Он впервые применен в столице Чувашии. Этот асфальтобетон проектируется под климатические условия именно нашего региона и под заданную интенсивность движения автомобильного транспорта. Если все пойдет по плану, завершить все работы и открыть движение должны в конце октября. В этом случае конец осени и зимы горожане смогут ездить по мосту свободно. А уже в марте 2020 года на аналогичный ремонт планируется закрыть левую сторону. Чувашский народ богат своими традициями и культурой, поэтому создание условий для культурного и творческого развития всех граждан – еще одно приоритетное направление развития республики. Привлечение инвестиций, участие в различных конкурсах и грантах. Янтиковский район использует все возможности для своего динамичного развития. Уже давно нуждался в реконструкции скверу Дому культуры. Нашлись и средства. По итогам 2018 года район получил грант главы республики и в конце сентября в райцентре начались масштабные работы. Общая стоимость благоустройства сквера – 14 миллионов. За инвестицию в районе мы по итогам прошлого года заняли четвертое место и нам выделили 6 миллионов рублей. Вот эти деньги мы как раз пускаем на благоустройство сквера около Дома культуры. Полностью благоустройство сквера планируют завершить к 30 ноября. В следующем году ремонтные работы начнутся и в самом Доме культуры. В бюджете 2020 на это уже предусмотрены 8 миллионов рублей. Традиционно у нас перед зданием районного Дома культуры проходит большое количество районных мероприятий. И мы все очень рады тому, что сейчас у нас здесь будет красиво. Напомним, что на развитие сферы культуры в 2020 году указом главы предусмотрены 500 миллионов рублей. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Сотни маленьких елей сегодня высадили в Заволжье участники всероссийского студенческого конкурса «Мисс и мистер-2019». Напомню, в Чебоксары приехали самые умные, спортивные и красивые студенты из 27 регионов страны. Благотворительную акцию проводят ежегодно в каждом регионе свою. В Чувашии решили присоединиться к экологическому движению. Чувствуй себя полезным в этой планете. О том, что тысячи гектаров леса полыхали здесь почти 10 лет назад, от юношей и девушки, если и знали, то только из СМИ. Эту историю им напомнили сотрудники Чебоксарского лесничества и предложили лично поучаствовать в восстановлении природного баланса. Одной из наших, скажем так, важных задач для нашей республики это воссоздание зеленого щита нашей республики, нашего города. И акция проводится благодаря поддержке совместно с администрацией города, с Минприродой, Чувашским государственным университетом. Это то, что останется на века. Чебоксары принимают всероссийский конкурс в юбилейный для города год. Поэтому высаживали символичное число растений – 550. По 12 саженцев в одни руки, парами они засеяли по несколько рядов. Посмотрев на то, как работают студенты, мне очень радостно. Я удивлен, что они так быстро научились лес сажать. И я оцениваю работу студентов на отлично и верю, что здесь лес расти будет. Вернуться сюда и прогуляться по лесу, который высадил сам – идея, которую Анастасия Петрянкина наверняка осуществит. На конкурсе девушка представляет Санкт-Петербург, однако родом она из Чувашии. Мои родители уроженцы села Большие Яльчики. И я очень часто бываю здесь. И наверняка, когда мне будет лет 30-40, я обязательно сюда приеду, чтобы посмотреть, какие у меня саженцы взошли, какие деревья выросли. И понимать, что это было сделано моими руками. Для меня, наверное, такая большая гордость и достижение. Сегодня претенденты на звание мисс и мистер студенчества орудовали лопатами, на днях сдавали нормы ГТО. Впереди у них интеллектуальные испытания, дефиле и творческие выступления. График плотный. Во время каждого мероприятия они знакомятся с культурой города и республики. Мы такими же путешественниками, которые попали сюда через 950 лет. Я думаю, что вы также откроете наш город, как открыли когда-то эти первые путешественники, и он вам также понравится. Слава, 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 слава. Конкурсные испытания продлятся до пятницы. 11 октября назовут лучших студентов страны. Корону мисс студенчества победительницы передаст студентка Чувашского госуниверситета Полина Яковлева, которая победила на предыдущих состязаниях в Севастополе. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Борис Андреев, Республика. С наступлением осени за парты сели не только школьники, но и их бабушки и дедушки. Чувашия присоединилась к федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Чебоксарский экономико-технологический колледж готовит новых востребованных специалистов. Век живи, век учись. Главная цель профессиональной переподготовки – продлить трудовую деятельность граждан предпенсионного возраста. Причем можно на старости лет и поменять профессию, как это делают наши герои. Они учатся на парикмахеров и специалистов по крою модной одежды. Их воодушевляет то, что они могут изготовить изделия для себя, для своих детей, внуков. Уровень подготовки наших предпенсионеров разный. Но в отличие от студентов, можно сказать, что заинтересованы они гораздо больше. Анжелика Григорьева 20 лет проработала в школе. Когда узнала, что есть курсы швейного мастерства, раздумывала недолго. Это интересно и позволяет реализовать свой потенциал. Мечта молодости, говорит она. И, возможно, будущая новая профессия. Очень хорошие курсы, хочу сказать, потому что здесь учат все азы швейного искусства. То есть мы начинали со стежков, потом перешли к машине. Сейчас уже научились кроить, шить. Для себя мы шьем сейчас юбки. Обучать предпенсионеров бесплатно в рамках реализации федерального проекта старшее поколение национального проекта «Демография». После экзаменов они получат не только удостоверение о повышении квалификации, но и скилл с паспорт. Неработающим слушателям даже положена стипендия. Сейчас идет прием заявок во вторую группу по направлениям пекарь и предпринимательства. Есть два требования для обучения. Первое – это возраст. Женщины 51-55 лет и мужчины 56-60 лет. И второе – то, что они до этого не участвовали в такой программе. То есть один раз только можно воспользоваться данным правом, бесплатно обучиться. Таким образом, даже в возрасте 50+, можно повысить свою конкурентоспособность и мобильность. Специально программа продлится до 2024 года. Каждый участник сможет пройти обучение один раз за весь период ее действия. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика. В хозяйствах Республики завершается уборка овощей. На начало октября картофель, морковь, сёкла убрали с 200 гектаров открытого грунта. Как идет работа в одной из агрофирм Комсомольского района, смотрите в нашем сюжете. Перед тем, как готовить, нужно определиться, что будем готовить. А почему нельзя съесть просто морковь? Просто помытую и очищенную морковь? Когда блюдо состоит из нескольких продуктов, вкус его становится более сложным, насыщенным и непонятным. Не важно, какую морковь вы будете есть – сырую или, например, в запеканке. В обоих случаях важно, чтобы продукт был свежим и качественным. Собирать быстро и много урожая агрофирме помогает мощная техника. Она заменяет две и более машины среднего класса. Техника у нас трактора «Джон Дир», их 10 штук у нас на данный момент, 6 картофельноуборочных комбайнов, 7 зерноуборочных комбайнов, 1 морковоуборочный комбайн, который мы можем видеть, он к нам пришел из зданий. Копает очень чисто, без потерь. Мы очень довольны этим комбайном. Один такой комбайн заменяет 100 человек и за 4 дня может с 20 гектаров убрать свеклу. Анатолий Вершков работает механизатором вот уже 37 лет. Признается, что даже не мечтал работать на таком тракторе. Там даже другие условия. Это уже кондиционер сразу. Там как будто дома только сидишь как будто. Что лучше? Хочется поработать. Душача, а вот здесь вот трактор, техники. Я с детства уже, когда маленький был, все время где техника, где трактора к ним. Думаю, пришел, после с ними весь мазутит. Сейчас мазут в прошлом. Собранные картофель и другие овощи перемещают в хранилище. Там тоже все автоматизировано. Продукция здесь может лежать долго. Тогда зимой или весной ее можно продать дороже, чем в сезон. Так окупаются затраты. Кстати, продукция агрофирмы поставляется по всей стране. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Спорт – норма жизни. Комсомольский район в числе девяти муниципалитетов, где до конца этого года оборудуют площадку для выполнения нормативов ГТО. На создание территории спорта по всей республике в рамках национального проекта «Демография» выделено 27 миллионов рублей. Подтягивания, отжимания, бег и прыжки в длину. Очень скоро здесь появится хорошо оборудованный центр сдачи нормативов ГТО. До конца октября завезут специальное оборудование для занятий. Одна такая спортивная площадка обходится в 3 миллиона рублей. Привезли резиновые плиты. Вот они рядом находятся, наверху. И здесь как бы у нас центр тестирования нормативы ГТО и приемы сдачи. В этом году в селе Комсомольское капитально ремонтируют и спортивную школу Китне. Она, по сути, стала многофункциональным центром. 60 лет, мы, я считаю, пенсионный возраст, пенсионеры, кому-то 80, ходим в шахматы играть, частенько ходим в шашки играть и плавать, ну, в бассейне плаваем. А зимой частенько ходим на лыжах. К тому же для любителей активного образа жизни рядом со спортивной школой появится футбольное поле с искусственным покрытием. Реализация указа главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева о дополнительных мерах повышения качества жизни населения Чувашской республики выделена 32 миллиона рублей на следующий год. Сейчас идет реализация этого проекта, проектной смертной документации. Здесь будут искусственные поля, трибуны на 200 мест, развивалка, скамейка для запасных игроков. И все эти перемены только в одном селе. Для здорового образа жизни вполне достаточно. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Более 160 участников из 28 регионов собрала неделя бокса в столице Чувашии. Соревнования на призы главы города Чебоксара проходят на базе спортивной школы имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова. Бокс – это не только сила мышц, это сила мысли. Несмотря на то, что на ринге ребята совсем юного возраста, они отлично знают, как закаляется сталь, вернее, характер. Бокс мне дает уверенность и мужество. Изменилось все, то есть отношение к себе, ответственность. Начал более серьезно подходить к своим делам. Первые поединки прошли среди юношей 14-15 лет. Победы сменяются поражениями, эмоции зашкаливают. Каждый новый ринг – это еще одна ступень к цели. За наградами и званием лучших на ринг выйдут 168 участников. Сильнейшие спортсмены. Возможно, кто-то из этих ребят представит нашу страну на мировом уровне. Традиционная форма, кубки, призы, все приготовили. Все хотим, чтобы как можно больше кубков и призов досталось именно в честной борьбе и досталось только самым-самым достойным. Чемпионат России здесь проводится под эгидой не только города Чебоксара, но и еще почетного жителя города Чебоксара, чемпиона мира, Валерия Константиновича Львова, известного в городе спортсмена, известного в Чувашии боксера. На соревнованиях среди профсоюзов свое мастерство показывают талантливые спортсмены, представляющие различные сферы профессиональной деятельности. Также турниры предоставляют уникальную возможность для боксеров из различных регионов России побороться за звание чемпиона и закрепить опыт ответственных выступлений. Антон Авдиенко в прошлом году занял первую ступень пьедестала в первенстве Европы. Этот масштабный турнир для него отправная точка. Этот турнир дает возможность выступать на всероссийском турнире, благодаря которому я могу оказаться в сборной в 2020 году. Все пришли за победой, никто не собирается поигрывать, поэтому для легких боев, я думаю, здесь не будет. Впереди на этой неделе поединки среди мужчин 19-40 лет. Свою мощь и волю к победе покажет каждый. Чтобы достичь успеха, работать придется много. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программ Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова